Здравствуйте, уважаемые зрители канала ТВ Экстра. Сегодня у нас на прямой связи необычный гость. Вы с ним уже успели познакомиться на конференции «Непоздное». Это Максим Броневский. Он является уфологом, является исследователем и физиком. Максим, приветствую тебя. Да, Денис, приветствую тебя. Отлично. Наконец-то мы связались с тем дорогим городом, откуда ты выходишь с нами на прямую связь. И ты знаешь, у меня вот такой вопрос. В преамбуле я уже говорил, что ты являешься физиком. Но для меня было очень неожиданно узнать, что кроме исследователя по неопознанным летающим объектам, ты являешься еще исследователем антигравитации. Давай так, какой-то магический треугольник. Как это получилось? Что это такое? И неужели антигравитация существует? Хороший вопрос. Антигравитация существует, как бы да. Но тут у меня так судьба сложилась, что мне всегда было, если далеко вообще зайти, мне всегда было интересно все, что связано с наукой, так или иначе. Кстати, не только в области физики. Я в свое время, у меня очень удивился друг, который учился в медицинском университете. Когда я у него украл, грубо говоря, ну как украл, попросил, скажем так, да, огромные учебники по вирусологии и биологии, да, скажем так, вирусологии, инфекции разные. Он сказал, зачем тебе это? Я говорю, просто интересно. Вот я не знаю. Я их прочитал, и ему как на экзамене рассказал потом, как это вирусы работают и так далее. То есть у меня всегда интерес был к науке, скажем так, к разной науке. То есть я бы назвал естествознание, да, то, что мы называем естествознание разное. Вот. Впоследствии выяснилось, откуда этот интерес, потому что, как оказалось, это уже отдельная тема, конечно, отдельная дискуссия. Как оказалось, много воплощений было у меня на планетах других цивилизаций более развитых, да, и где я воплощался, я всегда был каким-то исследователем в какой-то области. Вот. Поэтому это, видимо, все осталось, вот эти качества и вот этот поиск. Естественно, на Земле у нас, когда я воплотился, то непонятно, что такое гравитация до сих пор, да, для нашей науки и так далее. И когда мы стали работать помню, это был 2012 год, с контактерами Александра Глаза некоторыми, был такой посредний, который создавал посредников, великолепный мастер Александра Глаз. Ну, он, наверное, тоже знает. Да, да. Он много работ оставил после себя, их еще изучать и изучать. Да, да, да. Вот. И мы тогда прикоснулись к теме магнитных полей, ну, создавали конференции с сильными цивилизациями достаточно высокого уровня, потому что и посредники сильные были, и цивилизации выходили мощные. И в какой-то момент стало понятно, как работают магнитные поля, гравитационные поля, да. Вот. И что это такое? Я, опять-таки, не случайно, так как у нас все не случайно, меня вывели, или куратор, или интуиция, да, как часть нашей души, скажем так, вывели на книге Иванова Юрия Николаевича «Ритмодинамика», да. Вот. Когда я прочитал «Ритмодинамику», то я понял, что Иванов Юрий Николаевич тоже знает, что такое гравитация, да, по сути. Вот. То есть, он как бы тоже контактер, по сути, получается. Вот. Как бы это странно. Ну, потом, это отдельная тема, как мы с ним обсуждали его вообще становление, да, вот это его книги появления, там, его теории и так далее. Но теория достаточно простая, и он как раз, там как раз все завязано в том, что гравитационное поле, оно так сформировано, это вообще тема отдельной конференции научной, но я кратко скажу. Оно сформировано так, что оно создает в пространстве градиент, вот этот градиент напряжения поля, скажем так, да, напряженности, что, в свою очередь, отражается на разности частот вещественной материи. То есть, эксперименты такие были проведены, на самом деле. Роберт Паунт и Гленн Репко, это в 1959 году, они явно подтвердили, что если мы берем какие-то частицы или какую-то вещественную материю, неважно, да, то мы фиксируем то, что рядом с источником гравитационного поля, то есть, ближе к поверхности планеты, частоты замедляются, и чем дальше от планеты мы поднимаемся, частоты увеличиваются. То есть, у атомов там, у частиц и так далее, да. Вот, а дальше было уже такое, что отдельные цивилизации, я так понимаю, когда я потом изучал эту тему, да, отдельные цивилизации, ведь все двигатели космических кораблей, устроены у них по типу антигравитации, ну, если по простым словам, да, то есть, это получение тяги не реактивным способом, не как у нас, это импульс, выброс какой-то массы, да, и полетели. А они используют другие принципы, они непосредственно получают какую-то силу не скомпенсированную от пространства, и, соответственно, тарелка там, ну, и корабль движется, да. Вот, и вот это вот то, что мы натолкнулись, то, что так можно делать, что если у нас есть, скажем так, два излучателя, вот, то есть два каких-то излучателя, и мы между ними создаем разность в частотах, то есть один на одной частоте работает, другой на другой, то система излучателя, если их вместе закрепить, она начинает перемещаться в ту или иную сторону, появляется тяга, как оказалось. Вот, и дальше было еще интереснее. Юрий Николаевич Иванов выступал, помню, на Зигелевских чтениях, это на одной из семинаров, уфологический семинар, все, наверное, знают его, да, Днисто тоже, по-моему, присутствовал. Да, конечно, мы как раз таки с ними являемся информационными партнерами, поэтому вообще вклад в Зигелевских чтений, вот, в раскрытие информации очень значим, тем более вот с научным подходом, скажем так, что ты любишь, и я, конечно, тоже. Да. Вот, и там такая история получилась, очень интересная история, значит, когда Иванов на сцене говорил про принципы перемещения в пространстве за счет ритмодинамического, вот эта фаза частотного смещения, да, в принципе, то, что экспериментально установлено уже было, это эксперименты, реальные эксперименты, это никакая не теория уже, вот, то тогда из зала вышел человек и подошел к нему в куларах и сказал, вы знаете, мы делаем то же самое, что и вы, вот, с отцом в деревне, но мы о ритмодинамике ничего не знали, он говорит, а как вы делаете, если вы ничего не знали? Говорит, нам инопланетяне подсказали. Красиво, так тоже может. Да, вот, а дальше история развивалась так, что приехали к этому человеку, это Владимир Никитин, город Кольчугино, Владимирская область, да, вот, и оказалось так, что Владимира Никитина в 92-м году, в 1992 году, после СССР, да, разрушения, скажем так, СССР, вот, его забирали на корабль в городе Кольчугино, некие существа, которые он видел, как он не мог определить, что это за существа, но понимал, что это инопланетяне, точно, вот, и они ему говорят, что вы, ваша наука зашла в тупик, она не понимает многих процессов, если ты будешь двигаться вот в этом направлении, я не знаю, почему они его выбрали, но говорят, мы тебе дадим базу для экспериментов, да, вот, и после этого он уже, в последствии нескольких лет, я так понял, он до сих пор с ними связан телепатическим каналом, да, и он проводит эксперименты, которые полностью отражают то, что написано в ритмодинамике, то есть независимо от Иванова, понимаете? Ты знаешь, вот есть такая информация у меня, что Савин Александр Юрьевич, он планирует возобновить, что ли, НИИ по связи, естественно, с высшим разумом, чтобы реализовывать те концепты, на которые дано разрешение, чтобы реализовать? Может быть, действительно стоит вот как-то состыковывать тех людей, те знания и умения, которые уже, можно сказать, подтверждены, как ты считаешь? Нет, ну, в принципе, можно пробовать это, как сказать, тут непонятно, к чему это все приведет, потому что я бывал много случаев... К эволюции, надеюсь, наконец-таки. К эволюции, да, но я бывал просто много раз свидетелем случаев, когда попытались атаковать контактеров для какого-то дела, да, вот, потом среди контактеров это наши уже человеческие вылезали, разные эгоистичные формы там и так далее, да, и, в общем, распадалась команда, то есть, не знаю, что из этого получится, как бы, но можно попробовать это. Ну, как, если человек все-таки заряжен неким, но космизмом, да, или вообще космизмом, да, все-таки идет по этой тропе, мы сейчас поговорим об этом еще, то, значит, все-таки меняется и сознание, и как индивидуальное, так и групповое, и все-таки может быть динамика, то есть, ну, знаешь, все-таки, если этот вариант не случился, может быть, вот этот, вот этот, вот этот или следующий, да, методом перебора, ведь, ну, как люди научные делают, они вот сверяют эксперименты многократным повторением, чтобы был все-таки результат, поэтому, с моей точки зрения, мне было бы интересно, что если бы вот эта история, которую ты рассказал, имела логическое продолжение с теми людьми, которые этим тоже интересуются и тоже каким-то образом получали информацию, получается, вот, твое столкновение с этим эффектом антигравитации, оно получило подтверждение, что его можно сделать, с одной стороны, вот, научным обоснованием, вот, стандартным путем развития, и нестандартным, ну, с точки зрения нашей земной логики, что могут еще подсказать, не объясняя принципы, да, ну, не раскладывая их в научные парадигмы, да, которые существуют, и какой же вариант правильный, какую пилюлю выбрать, правую или левую, как ты считаешь? Не знаю, вопрос сложный, я бы на него ответил так, что, допустим, я предполагаю, это мое предположение пока что, но на базе той информации, которую я уже получал, да, это не вполне предположение, можно приблизить его даже к объективной реальности, да, в том, что многие исследователи, которые вообще первооткрыватели чего-либо, а я считаю, что тот же Юрий Николаевич Иванов, который основатель динамики, да, который, он открыл некоторые эффекты, которые волновая физика, вот волновики физики, они вообще прошли мимо этих эффектов, вот если мы, я изучал историю физики вообще, вот, как она, эфирная физика была еще до Эйнштейна, да, ну, понятно, там вот эти эксперименты, Майкельсон, наши зрители, наверное, знают, да, был эфир популярен, и как наука вообще развивалась, и вот интересно, если понаблюдать, это очень интересно наблюдать, были такие явления, вот человек идет, он исследует какой-то процесс физики, волновик, да, к примеру, когда уже волны стали, понятно, и вот перед ним рядом стоит неоткрытое явление, буквально два шага до него, он мимо него проходит, и все, как будто слепой он его не видит, и потом только через сто лет открывает уже кто-то другой, открывает его, как правило, контактер или присланный человек, который должен двинуть дальше цивилизацию, вот что интересно, то есть как будто как-то все запрограммировано, вот вам на этом этапе можно вот это познать, и как под гипнозом кто-то идет и не видит, понимаешь, наверное, 11, что я говорю, а потом уже открывается, вот, и поэтому сложно сказать, если просто я думаю, что у нас есть такие среди ученых много контактеров, я думаю, которым открыта возможность... Я думаю, они все, по сути, являются контактерами, только некоторые сознательные, некоторые несознательные, и считают, что это я проявляет вот это самое уникальное индивидуальное, а на самом деле там есть еще один слой. Ну, я предполагаю вот таким образом, понятное дело, чтобы утверждать точно нужно всех проверить, но мне кажется, как-то так. Да, но я бы тут добавил, что просто даже на примере вот некоторых... То, что я исследовал, допустим, и биографию Ньютона, да, и биографию там Галилея, Аристотеля, да, вот это, то, что они... Потому что они все занимались движением, в принципе, да? А мне было интересно это. То получается так, что эти люди, которые создавали новые... Аристотель, его труды тоже очень ценные, он там много нового сказал, что не было, даже известно и в наше время некоторые вещи. Вот когда читаешь его и понимаешь, как это движение устроено, ты понимаешь, что Аристотель точно знал, как это все было устроено. А значит что? Значит, есть тип ученых, ну тогда это, можно сказать, древнегреческие философы были, тоже ученые, да, их можно назвать? Они все тоже были контактеры, соответственно, Аристотель, Платон там и так далее, Пифагор. Вот. И почему эти люди могли что-то увидеть новое? Потому что именно у них была вот эта хорошая интуитивная, интуитивная связь. Канал прокачивания. Человек, он даже не считает формулы, он просто точно знает, что вот так есть. Понимаешь, Денис, о чем он говорит? Да, 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 то есть ты уже понимаешь, к чему должно прийти, а потом уже, как сказать, приземляешь это в формат взаимодействия или понимания того мира, ну, мировоззренческого устроя, да, потому что сейчас меняются еще более экзотические концепции и формулы, как в них вписать то, что ты знаешь, что должно быть на самом деле. Да, да, да. Вот, получается, что... Вот, получается, твой заряд, извини, твой заряд интереса приоткрылся, когда ты вот соприкоснулся с двумя, что ли, вариантами познания. Ну, образно говоря, традиционным и нетрадиционным, если мы так условились. Но, хочется спросить, неужели антигравилет какой-нибудь, гравитолет, как его сказать, существует? Ну, ты имеешь в виду уже земной? Ну, какой-то, вот как ты считаешь? Ну, я тут могу предположить, что, возможно, в каких-то закрытых лабораториях уже есть какие-то экспериментальные модели, просто они там тестируются и так далее, потому что много же было слухов о зоне 51, как ты знаешь, да? Да, она продолжается полными слухами. Да, и мы точно не знаем, может быть где-то, но задача, мне кажется, выйти, открыть уже какой-то группой ученых типа нашей или другой, которые понимают принципы, да, вот, и открыть уже для общественности это, потому что все-таки закрытые технологии, мы на них никак не летаем, мы также летаем на самолетах, ты же понимаешь это, а нам бы использовать... Да, мне вообще нравится идея порталов, знаешь, такое мгновенное перемещение. Может быть, мы до этого дойдем. Да, да, да. Я бы еще хотел, знаешь, Денис, одну важную вещь сказать. Дело в том, что вот тот принцип, который позиционируется в ритмодинамике, фазочастотной, за счет изменения фазочастот между излучателями, да, и получения тяги, это я могу сказать точно, это всего лишь один из принципов нестандартного получения тяги, который наша физика не знает, да, потому что вот если анализировать, как инопланетные корабли разные, которые Землю пощают, я же в уфологии много изучал информацию, то я скажу следующее, я с уверенностью скажу, что типы двигателей, типы энергетических установок на каждом корабле разные, это 100%. Все зависит от уровня развития цивилизации, потому что нескомпенсированную силу, вот эту нескомпенсированную тягу нереактивной природы, ее можно получить несколькими способами. Здесь природа, она богатая. Можно магнитные поля соединить как-то хитрым образом, понимаешь, в чем дело? Можно какие-то другие поля соединить. Да, можно использовать, оказывается, как некоторые цивилизации, ну, по крайней мере, я получал информацию такую, когда сила, сила, центробежная сила, скажем так, да, центробежная сила, она у нас работает как? Она, вектор ее направлен так, что мы, получается, не имеем никакого, она компенсирует сама себя, получается, по радиусу направлен, да, но можно, оказывается, сделать так, что она будет не скомпенсирована, и тогда мы тоже получим тягу, понимаешь, в чем дело? То есть двигатели разные, энергетические установки разные, это даже видно, когда очевидцы рассказывают, как тарелка зависает над каким-то районом, и, к примеру, одна тарелка, от нее никакого шума нету, вообще она в тишине висит, а другой аппарат, там, треугольной формы, от него идет еле такой, как от трансформатора, гул, может, ты слышал, еле уловимый такой. Это что говорит? Это говорит о том, что технологии немножко разные, все равно используются. Или там, допустим, одна тарелка, она блокирует все электромагнитные поля, то есть у тебя машина мертвая, там, электричество может выключиться, слышал, да, вот это аккумуляторы сразу разряжаются и так далее. А другая тарелка, она никак не реагирует. То есть, поэтому здесь я бы констатировал факт, нам бы хотя бы один какой-то из вариантов изобрести на земле этого двигателя, вот один из. Спасибо. Запустить в продакшн, да, в производство такое. Ну, смотри, раз есть вариант такой, что можно и самим дотукать, можно и получить такую подсказку, правда, опять же, непонятно, какой интерес с их стороны развивать нас или, опять же, другую нацию или другой континент, все-таки это вопрос баланса. Мне все-таки хочется спросить на тему твоей работы, можно сказать, исследовательской, по группе Коршунова. Для зрителей поясню, что был, к сожалению, уже в прошлом, получается, такой исследователь-контактер, у которого были реальные физические контакты. И, Максим, как я понимаю, ты входил вот в основную группу, поэтому поведай, пожалуйста, о своем взаимодействии, о своей деятельности вот в этом. Ну, да, это интересный был момент, эпизод моей жизни, скажем так. Я начну с того, что исследователь, я разносторонний, я уже говорил, что мне было интересно всегда все, и во все я вникал, да, с детства вот эта вот тяга. То есть у меня и отец энциклопедии эти покупал физические, которые вообще я там читал с этим. То есть все было интересно от биологии до физики, да. В какой-то момент времени, естественно, я улегся, так как я понял, что это существует все, я улегся экстрасенсорикой, скажем так, да. Экстрасенсорные вот эти разные виды воздействия и восприятия, это первый раз я столкнулся с этим на курсах Александра Глаза, когда там цивилизации проводили, ну, с этим, работали с людьми, да. Вот, а вообще, самый первый раз, это когда меня поразило, это я в свое время, ну, опять-таки, это или Выше Илья, или Кураторы вывели это, вот кто-то из них, вот. Вывели меня осознанно, значит, был такой у нас целитель тоже Николай Левашок, может, кто-то знает, наверное, наши зрители. Ну, известная личность, а ты, получается, с ним вживую взаимодействовал, да? Нет, с ним не удалось, кстати, но хотел он, вот, не получилось. Вот, но я работал с тем материалом, допустим, у него были оздоровительные ролики, в интернете выставлены, да? И я на вот этих роликах ставил свои эксперименты, скажем так, то есть он говорил, что надо смотреть ролики, и тогда вы будете получать определенное воздействие, и будете оздоравливаться, да, скажем так, если кратко. Вот, я проводил эксперименты и точно понимал, что ролики действительно заряжены определенным каким-то воздействием, то есть есть какая-то сила, которая воздействует на человека, вот. И дальше уже я нашел там определенную женщину, с кем мы поработали, и которая его знала лично. Вот, соответственно, у меня увлечение экстрасенсорикой перешли, что я нашел потом уже по интернету, как исследователь Коршунова, Виктора Александровича, да? Вот, потому что, ну, так получилось. Вот, и предложил ему познакомиться, и, помню, мы с ним какую-то конференцию даже сделали, первую, то есть поближе познакомиться. Вот, интересно, интересно был период знакомства. Он, он это самое, как-то ответил, и потом мы стали общаться. Но, как я узнал позже, он меня еще сканировал, оказывается, он не со всеми знакомится. Кстати, я с таким также сталкиваюсь, сразу скажу, в своей работе и деятельности. Ну, ты знаешь, это обоюдно. Как нас сканируют, так и мы сканируем. Вопрос, насколько мы выводим это на сознательный уровень, и насколько вот эта эмпатия или взаимодействие, оно проявляется или нет. Потому что есть люди, которые, ну, мягко говоря, закрыты, да? То есть ты видишь, ну, не можешь посмотреть внутренности. Окей. Но тут я просто бы добавил, почему он меня сканировал. Да, потому что у него был этот определенный жизненный опыт взаимодействия с людьми. А в процессе наработки экстрасенсорных способностей у него включились такие навыки. Он же видел, в принципе, биополе человека, видел его энергетически. И получается, он, смотря на человека, видел, он не только видел вот эту нашу вот эту ауру, оболочку, которая не видно обычному человеку, да? А он еще мог определять по этим цветам, по виду энергии, что это за человек. Потому что в нашей вот этой энергетике все сказано, кто мы есть такие. Насколько мы живы, там, насколько... То есть именно характер, да? Да, характер. Насколько мы такие предатели, там, по характеру, ну и так далее, понимаешь? Насколько мы справедливы, там, честны, там, и так далее. В общем, вот это духовная составляющая. И поэтому он вот это смотрел на меня и думал, иметь ли дело с этим человеком или нет. Ну, логично, думал, иметь с тобой дело или нет. Да, да, да. То есть ты прошел этот тест или, я не знаю, тестирование, скажем, такое. То есть, получается, проявил себя положительным человеком, по крайней мере, для взаимодействия, значит, с Коршуновым. Что было дальше? Ну, дальше, когда уже доверие было, как бы, такое, достаточно, с его стороны уже доверие было, да, ко мне, вот, то получилось так, что, в принципе, я вам проверял на простой, мне кажется, предмет, потому что я, когда он мне обратился, для чего, как бы, мы с тобой будем, что мы с тобой будем делать и для чего знакомство наше, я ему сказал, я занимаюсь исследованием сенсорных возможностей человека, как бы, мне интересна эта тема, да? И тогда он, просканировав меня, понял, что я искренне говорю, потому что были случаи, когда люди неискренне, ну, под видом чего-то, заходили и познакомились, понимаешь, наверное, в этот момент тоже. И он увидел, что если я искренне сказал, значит, можно дело иметь, как бы. Ты знаешь, здесь мне коррелирует ситуация тоже с персональными опытами взаимодействия, когда люди, ну, достаточно развитые или продвинутые в каких-то таких спектрах, получают, как бы, сразу объемное голографическое представление о сути человека. Ты, наверное, об этом как раз-таки и говоришь. Не то, что даже ты сейчас, а какой ты будешь в динамике, что в тебе проявлено, что в тебе скрыто и не проявлено пока. Да, да, что может быть проявлено в каких-то ситуациях и так далее. То есть такие объемные моменты, которые связки твои, и кармические, и предрасположенности. При этом в каждом есть и хорошо, и не очень. При этом такие люди это тоже прекрасно понимают, и это не значит, что... Но, тем не менее, вот при взаимодействии этот важный аспект. Получается, что все-таки была подобрана команда из таких людей, которые отвечают неким критериям, ну, не то, что здравомыслия, да, а с точки зрения развития сознания, да, или потенциал развития сознания. У меня такой принцип, что я... Научная методология, она требует того, что мы никому не верим, мы все проверяем сами, в любом случае, да. То есть, и я, соответственно, договорился с ним, что я приеду. Так как он в Москве находился, в принципе, я договорился с ним, что я приеду в Москву, и лично у него побуду на сеансе, как бы, то, что он делает. Ну, посмотри своими глазами. Вот. И я приехал в Москву именно ради этого, что, как бы, не каждый, наверное, человек это сделал бы, да, что ради того, чтобы посмотреть на экстрасенсы, как бы, да, как он вот работает. Вот. Мы с ним встретились у него в офисе. Он тогда работал, кстати, недалеко от Красной площади. Мы встретились, значит, он со мной поработал с здоровительным сеансом. Естественно, там просканировал, да, все. Говорит, в принципе, все в норме. Вот. Мы с ним посидели, поговорили, но получилось недолго, потому что у него постоянно вот эти клиенты шли. То есть, после меня еще кто-то же другой приходил и так далее. Ну, и я тогда на следующий день, я уже договорился с ним созвониться и так далее. Но было дальше... Дальше прошло очень интересная вещь. Когда я пошел уже от него, пошел в гостиницу, скажем так, да, и решил прогуляться по Тверскому бульвару, вот, от охотного ряда вот туда вот, от центра Москвы, да, по сути, туда, на периферию, то я решил прогуляться, естественно, ну, пешком. Погода была хорошая. Вот. А я после сеанса, естественно, после этого оздоровительного. Вот. И тут я чувствую, что у меня все хуже, 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 хуже становится. У меня как будто понижается энергия, мне как будто сознание выключает, то есть я как будто теряю сознание. То есть мне плохо, у меня пот течет сильный, вот, что-то происходит с организмом. Вот. Я дохожу до гостиницы и в таком состоянии падаю. Спать просто вырубает меня. На следующее утро я позвоню ему, говорю, что-то произошло, говорю, что-то пошло не так. Он, говорит, с его ироничной, как бы, улыбкой, да, как он всегда любит, шуткой. Он, говорит, ну, да ничего не прошло страшного. Он, говорит, я просто, говорит, вкачал побольше, чем ты мог выдержать. Такое бывает, ничего страшного. В общем, вкачал энергии побольше в меня. Моя энергоструктура не подошла. А этот опыт очевидно для меня, что в меня вкачали некую энергию, то есть у меня изменилось состояние. Вот это для меня очевидно было, что он обладает способностями. Да, подтверждение, вот как для ученого, да, то, что. Глазами, естественно, я это не вижу, но как вот это последействие явное, что просто так это на пустом месте не было бы ничего, понятно. На пустом месте меня просто выбило из колеи, я просто не мог ничего делать. Вот. И дальнейшие сеансы потом... Ну, можно сказать, что с этого момента ты уже начал, ну, как сказать, примерять роль не только исследователя, а как уфолога, потому что уже столкнулся с чем-то вот таким, что, в общем-то, наверное, ретранслировал сам Коршунов. Ну, в принципе, да, потому что, во-первых, я уже понимал, что он обладает возможностью воздействия на человека, да, какой-то энергией. Вот. Во-вторых, зная его уже какое-то время, то есть мы с ними уже знаком были полгода, я понимал, что человек сам не склонен вообще к... Ну, как это вот сейчас называется? К популяризации себя методом такого дискредитации, некой заброса дезинформации, там вот это все такое, то лишь бы быть на пиар-волне, да, скажем так. Человек искренний, скажем так, честный. Как исследователь, он тоже честный был. Вот что главное. И то есть мы ставили эксперименты, когда я говорил, а у него была такая возможность, он же мог смещаться... Он включался своим, можно сказать, ментальным двойником в матрицу такую, которую ему выдали его друзья космические. Вот. Эта матрица представляла собой в виде энергетической структуры такой, которая висела над ним, порядка... Над ним всегда висела во пространстве, на высоте 100 километров, ну, примерно, над ним, в космосе. И он всегда включался в нее, то есть она всегда висела. То есть если он из нее вышел, она возвращалась назад и так же зависала над ним в воздухе, где-то, ну, в космосе, соответственно. И с этой матрицей он мог делать, что хочешь. Он мог полететь, к примеру, к Сириусу, переместиться. То есть он уже летал по Вселенной. Вот. И, соответственно, я его просил слетать на Луну, там еще куда-то, ну, вот какие-то отдельные моменты, да, у нас с ним были. Вот. Когда... Естественно, под рукой человек с таким опытом очень важен, потому что у нас же много контактеров говорят, Луна захвачена там темными силами, да, все плохо там и так далее. Тогда... Так она захвачена или нет? Ну, расскажи. И какими силами. Вот. Поэтому я-то всегда, видишь, Денис, я всегда привык работать с практиками. Практик может сам куда-то слетать и увидеть, что там есть на самом деле. Понимаешь, да, вот этот важный аспект? Конечно, понятно, что с одной стороны ты волен доверять любой информации, это твоя воля, да, если так. Но если мы говорим с точки зрения верификации, доверяй, ну, проверяй. Да, с точки зрения любого... Но я сам пока не научился пока вылетать. Ну, любой контактер в теле, он может совершить ошибку, он потому что в теле. То есть, это как некая данность априори. Поэтому мне нравятся те исследователи, которые проводят пересечение информации от контактеров, которые работают в одном направлении. Логично. Если пересечений нет, о чем можно говорить дальше? Да? Ну, вот это к вопросу. Поэтому... Ну, вот здесь вот раз очень интересное пересечение по поводу Луны, так как я же работал еще с контактерами, которые имели физический контакт, но у нас там в области пересекался, да? Они получали информацию, кто на Луне... Ну, я в Архангельской области находился. В Архангельской. У меня много баз, особенно на задней ее части, вот этой стороне. Невидимой. И цивилизации там совершенно разные. Есть, которые, как нам, не дружественно, не совсем там, ну, с разными намерениями. А есть, очень дружественно относятся. То есть, нельзя сказать, что вот темные силы какие-то там поработили. Поэтому разные цивилизации есть. Да, баз там много, да. Но ты сказал, что у тебя такого опыта не было. Спасибо, что сказал честно. А у самого Коршунова были такие опыты перемещения, ну, получается, уже на Луну? Или, может быть, куда-то дальше? Да, конечно. Постоянно, постоянно. То есть, у него даже были такие задачи, которые он рассказывал. Кстати, с ним всегда было очень трудно поговорить, потому что, как только у нас получалась какая-то минута разговора, или несколько минут по скайпу, часто бывало такое, что, ну, так мы удаленно в основном общались, понятно же, часто бывало такое, что звонит пациент, и к которому надо поработать. А он был человек безотказный, он говорил, у меня вот клиент звонит, пациент, который я должен. Ну, он же целитель все-таки, в первую очередь. Вот, и он бросал сразу. Кстати, почему он решил пойти в целительство? Это высшие силы, высший разум подсказал? Не задавался ли он таким вопросом? Я так понимаю, вообще, вот, оценивая его вообще контакт, вот, первый контакт же у него произошел в Пермской аномальной зоне, это вот Эмский треугольник, который, наверное, все знают, как у нас, да? Это река Сылова, вот этого знаменитая. Вот, и там, как я выяснил потом, там есть базы, которые постоянно арендуются разными цивилизациями, они находятся под землей. Да, такой отельчик для инопланетян. Да, да. Вот, и разные цивилизации прилетают для разных целей туда, в это вот, не прямо в Эмский треугольник, а там недалеко, скажем так. Потому что, ну, там, где зоны контактеров, там обычно ездят, вот, как туристы, и так далее. Вот там у него был первый телепатический контакт, и там ему просто сказали, что выбирай, как ты хочешь развиваться, есть темы для развития, и он выбрал развитие вот этой личной биоэнергетики, да? Я так предполагаю, что он в эту зону попал не случайно, а по программе воплощения он должен был там оказаться и должен был этим заняться. Знаешь, вот это как бывает, вот прописанный уже план, ты просто по нему пошел и все. Да, однако же человек может изменить, но, получается, он все-таки соглашивается с этим вариантом, значит, он хотел проявиться в этом аспекте. То есть, получается, инициация произошла именно там, твое мнение, или это все-таки он подтвердил? Нет, он лично никогда не говорил, но у меня почему-то вот интуитивное ощущение, что эта встреча была запланирована, и вот то, что он подписался под этой программой, тоже был один из задач его души. Но знаешь, почему я даже так считаю? Потому что сколько людей потом ездило и пыталось с этой цивилизацией, именно с ними же работать и встретиться, да? Никто не мог встретиться, то есть это говорит о том, что они выбирают, или у них есть контракт заранее с кем-то, понимаешь, чем дело? Я понимаю, уже согласованные договоренности. Я хотел добавить, что случай был, контактер тоже Алексей из Грузии, он рассказывал, что его инициировали, то есть на биоэнергетику у него открылась, правда он сознательно не помнит особого, но именно вот эта способность открылась. А вот если вернуться к цивилизации, с которой началось, а есть ли у тебя понимание, откуда они, зачем они тут, что они делают, и чем им полезен был Коршунов, получается, в таком варианте, потому что либо это был симбиоз некий, что взаимная договоренность, как ты говоришь, да, то есть и туда, и сюда, либо это условный дар, либо это как-то по-другому, вот какое вот у тебя осталось понимание? Ну, то, что он мне говорил, я могу с его слов сказать, и могу потом свое мнение сказать, да, получается. Вот, а вот та цивилизация, с кем он работал, как бы, известно, мы с ним договорились так, что мне тоже известно, в принципе, название ее, ее цивилизации, но я не буду распространяться, потому что как бы дал слово, скажем так, да, могу сказать, что они из другой галактики, вот, и они наблюдают за людьми тоже очень давно, то есть многие тысячелетия, и я так, и он говорил, и я так предполагаю, что почему наблюдают, у них есть, они засевали сюда свою генетику тоже, в каких-то родовых линиях земных, есть их генетический код, скажем так, генетический материал, и они то ли курируют эти линии, то ли еще что-то следят, то есть вот основная задача. Может быть, он является одной из их линий, понимаешь, что делать тут очень сложно, да, и тогда они с ним работали напрямую, естественно, так как генетика их в нем есть. Окей, то есть получается, он был частью эксперимента, и получается, с их стороны договоренности, с его стороны договоренности, как бы оно было реализовано, тогда хочется спросить, а в чем был смысл этого эксперимента, и зачем ему нужно было, ну, получается, собирать команду, или вы сами просто решили собраться по следователю, ну, такого великого контактера, скажем так, я считаю, что он действительно внес заметный вклад, но тем не менее. Ну, нет, команда уже собралась у нас вообще позже, это у нас созрела идея вообще в 2016 году проводить онлайн-курсы, обучать людей, как студентов, да, брать, вот, а до того, как в онлайне это все стало, то есть эти группы, набор групп студентов, у него вообще в 90-х годах эти курсы были вживую, это он собирал залы в Москве и так далее, и обучал людей, которые соглашались, да, то есть эта практика давно вообще длится, просто это перешло в онлайн в последнее время, перед его уходом в духовный мир, да, скажем так, вот, я думаю, его-то персональная цель, это личностное развитие в качестве целителя, почему это важно, потому что целитель, он развивается, вот как в цивилизации многие говорят, человек должен к чему стремиться, душа человека, к творению, творец, ну, разноплавный творец, да, то есть творец может быть, как создавать деталь на заводе, мастер какой-то, тоже творец, ведь он деталь какую-то создает, да, а вот целительство, это очень интересная ипостась творца, потому что ты воздействуешь на человека и ты ему убираешь какие-то патологии, при этом ты уже в виде энергетику, имея способ воздействия, ты можешь создавать какие-то свои методики, понимаешь, в чем дело, их как-то обновлять, апгрейдить, смотреть, да, это тоже творческая работа, по идее, и вот в этой творческой работе целителя, как правило, не знаю, это мое мнение, все души, которые хотят высоко скакнуть вверх, резко, в развитии, они, как правило, все проходят эту целительскую работу, именно биоэнергетическую, вот, поэтому, это мое мнение, просто это как... логично, извини, раскрыть все те способности, возможности, которые, в общем-то, есть, другой момент, что мы не пользуемся, не знаем, как, не можем, как, или не умело пользуемся, ты знаешь, с помощью машины можно и гвозди забивать, ну, да, если ты не знаешь, как этим заниматься, и опять же, здесь вариантов придумывать, как можно использовать тем, не зная чем, их достаточно многое количество, получается, что ты считаешь, что это этап эволюционного развития, и он, получается, как бы инициировал людей, в своем окружении, то, что ты говоришь, зал собирал, инициировать других в этом развитии, то есть, расширять свои биоинформационные способности, такая миссия, можно сказать. Да, ну, во-первых, у него, получается, две миссии, основная миссия, это все-таки, помощь людям в исцелении, как бы, заболеваний, а когда он работает так, то есть, мы, как в космосе, как вообще, по космическим законам, вот этим, то, что он рассказывал, мы позиционируемся, как, если у нас есть система, которую мы называем, условно, высший разум, или абсолют, а мы, получается, лишь части его, как единое целое, да, то логика такая, если ты, помогаешь кому-то, одному из этих частей, ты развиваешься сам, то есть, почему вот это добрые дела делать, да, по сути, вот, все время говорят, вот, инопланетяне, которые духовно развиваются. по-моему, не только инопланетяне говорят, по-моему, это все, ну, основные духовные движения, так и говорят, то есть, что если все едино, вопрос осознания, что такое едино, до какой части едино, до твоей семьи, до твоей нации, до твоего рода, для всей планеты, для всей вселенной, кто, насколько может расшириться да вот в этом плане я понимаю что тут логика кармы кармических взаимоотношений если мы так говорим завязано то есть что ты делаешь по отношению ко всему что то что тебя окружает то ты получишь в итоге то есть ты то что ты ешь что ты потребляешь это что ты выдаешь в обратную сторону но извини вот все равно возникает но вопрос с одной стороны вот ты говоришь о развитии человека человечества какого-то мира мира который ну это ограниченная цивилизацией да вот всей такой вселенной с другой стороны мы как люди которые живут на земле как-то все равно смотрим что есть высший разум а мы получается какой-то не совсем выше и окуклившийся и у него были вот прямые контакты то есть прямая передача данных информации насколько они были истинные насколько они были все положительные или что-то было какое-то другое вот какое осталось у тебя ощущение или понимание сложилось ну как я уже говорил я на него как бы полагаться полностью не могу так как исследователь все-таки да но я просто со временем нашего знакомства поделил это так она обычно бывает это нормальный нормальный вообще процесс когда мы понимаем что скис человек с кем мы общаемся он умеет логически мыслить анализировать в принципе не хуже чем ты да как минимум потому что у меня аналитика это в любом случае сильный сильное качество мы тут отдельный вопрос вот а тогда ты понимаешь что он значит если он не дурак грубо говоря он может разбираться и он имеет какие-то способности то та информация которую он передает если он честно ее передает опять-таки ну что тоже коршуна можно применить потому что я не видел как он вообще обманывает что ты где-то если он честно передает то скорее всего эта информация она где-то близка какой-то на какой-то процент к объективной реальности я бы хотел поговорить о контактерах как явление в том числе но давай все таки про коршунова закончить поскольку ты считаешь что он достаточно верифицированный контактер который обладал и моралью и духовными качествами вот мне все таки интересует про группу мы кстати сразу анонсирую планируем эфир еще из последователей можно так сказать вот этой группы скажу нам кто согласится пообщаться с нами это будет очень интересно не только воспоминания но и давай так практическая деятельность а что собственно говоря происходит или что произошло или к чему это ведет ну если мы разные аспекты говорим все-таки была собрана группа вы по-моему ездили и вот такие ну не знаю исследовательские путешествия как это назвать может быть ты расскажешь что вы делали как вы делали к чему это привело может быть лично тебя чтобы вот проецировать на группу ездили в путешествие постоянно я скажу так раз три года он ездил обязательно в эту в пермскую аномальную зону или река молебка да деревня молебка река сылова скажем так там там это было назначено ему всегда встреча он физически встречался с представителями так как раз три года как он говорил менялся экипаж их то есть вот на этой базе менялся экипаж раз три года сменные режимы да такие смены тех кого засылают в командировку да 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 причем причем очень странно это смен смены вот этот мне нравится менялся потому что допустим при желании вот это знаешь как у нас уехал куда-то на уренгой понятно там за несколько тысяч километров данного это там все даты на смене да но здесь это странно очень звучит потому что их корабли могли подниматься с этой базы мгновенно телепортироваться туда к их не звездной системе по фактически это не то что наш уренгой то есть вовлечение в процесс чтобы вы не думали что у вас там дом а здесь работа чтобы была работа 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 а потом уже когда вы заслуженно от тарабанили пойдете дальше ну вот кстати безумно интересно окей получается у них были смена наблюдают они получается он значит встречался с ними с новой сменой получается с новым с новой экспедиции до научной а там все ученые были да вот тут надо еще сказать что цивилизация достаточно интересная у них с детства обучение было экстрасенсорным разным навыкам то есть вот то что у нас нету не наблюдается в нашей цивилизации да и поэтому у них и как ученые они были вот это на базе вот эти существа как ученые исследователи да так одновременно и сильные очень экстрасенсы можно так их назвать потому что у них способности очень реально превышают среднестатистического даже человека нашего обладающего со сенсорными способностями вот и получалось так что с ним в экспедицию ну вот в этот раз три года скажем так в эту зону до ездили какие-то друзья знакомые ли студенты которые с ним были не все конечно но вот кого он выбирал да скажем так кому интересно было вот там они что-то тоже практиковали делали но я могу сказать только про онлайн курсы потому что я туда с ним ни разу не ездил это факт вот говорю как есть да вот я видел фотографию тех людей которые вот с ним были по-моему все таки все таки это вну происходило с какой-то регулярность ну то что ты говоришь раз три года и скорее всего можно да есть не от аграрьях кто лично присутствовал может быть мы у нас есть общий общий знакомый сергей вот он там был так максим но здесь интересен момент что получается люди ездили в эти экспедиции в личные но контактировал то в основном коршунов до виктор получается сам ходил туда в одиночку и никого не брал до или бы у людей тоже проявлялись контакты или такие экстра способности расскажи пожалуйста что было но я могу рассказать забавный случай вот то что я знаю к примеру там был такой интересный случай значит когда он приехав в очередной раз в эту зону пошел на встречу которая ему назначена была на лесной полянке скажем так но где-то надо было идти еще через лес вот и естественно ему строго всегда говорили что никаких посторонних лиц не должно быть только ты и мы на поляне все вот кстати один отдельный момент хотел отметить он рассказывал как то что как-то он вышел на поляну это какой-то был еще в 90 годах еще его встреча вот и он видел значит как маскируют они корабли свои космические он говорит мы стоим на поляне значит рядом со мной представитель этой цивилизации да и вот поляна горит обширная поляна лес вокруг да в общем я горит друг смотрю что что-то начало меняться в пространстве краем глаза ягод присматриваюсь присматриваюсь и вдруг вижу как на кинопленке в пространстве начинается в пространстве значит как мельтешить что-то вот такое как помнишь фильм хищник вот это вот про полупрозрачный когда что-то происходит да а потом значит вот это как на кинопленке летающая тарелка начал проявляться то есть она получается веселим до проявления она висела здесь но было вот этот под камуфляжем таким знаешь чтобы глаза не видно вот интересно это он рассказывал вот и получается он горит значит в один из случаев он пошел также навстречу и за ним увязался кто-то но никто то я знаю этого человека мы не буду его афишировать до особо может без его ведома да скажем так вот пошел человек за ним ну решил проскочить скажем так хитрым ходом до посмотреть вот ну чуть-чуть так не пускает войду тогда до любопытей и что его отсекли жестко его отсекли до его заметили и знаешь что было интересно он в какой-то момент он шел 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 прислонился к сосне к дереву да и вдруг резко уснул а коршунов пошел до круто то есть просто мягко и экологично отправили спать вырубили да замечательно причем с когда когда его спросили что как все это дело было он сам ничего он не помнит ничего вообще ничего не что это происходило прекрасно вернемся группе те кто не занимались такими шпионскими партизанскими методами тем не менее что им дало вот это развитие в группе да насколько вот при открывались те способности как мы говорим экстрасенсорные или наоборот контактерские вот твое мнение в итоге продолжалось многие годы но я вот помню допустим наш наш первый курс это был скажем так осень 2016 года вот один из первых курсов дает когда мы начали занятия были интересные моменты такие то есть на курсах что на курсах было ну коршун всего стороны делал всевозможное чтобы люди занимались раскрытием собственных там возможности то есть были допустим тесты скажем так на телепатический прием информации да потом были тесты на телепатическую передачу информации между другом потому что это тоже особое обучение то есть особые методики давались им до принципе которые не знаю может быть со временем мы порешим подша группы группа там целая работала может вы не были решим разглашать или нет потому что там есть и такие не очень вот и я могу на своем опыте сказать самые запоминающиеся самые запоминающиеся упражнения энергетической было энергопрактики проводили много да именно на курсах вот было представляла себя следующий момент значит мы находясь в онлайне вот как мы с тобой в зуме находимся да сейчас но находясь допустим у нас было 16 человек я помню сразу 16 человек но не в зуме другая программа вот и мы представляли как будто мы друг друга начинаем держать за руки как будто мы физически рядом все вот в помещении находимся и и он говорит и начинаем по кругу гонять энергии и прямо по рукам из одной руки в другую руку и так вот каждый человек вот это и по четвертой чакре четвертую чакру она задевает и так далее да вот этот поток гоняем вот а так как он то видящий человек был он видел энергии то он стал он конечно это самое смотрит и он сидит вот так вот и говорит так 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 смотрит все нормально все нормально вижу вижу отлично работаем отлично так подожди поток прервался так нас восстанавливаем поток то чем-то видит как быть процесс мы не видим ничего вот но я скажу так что не даже не то что там глазами ты не видишь этому после этого упражнения у всех был такой заряд энергии а мы работали вечером как правило уже после работы там все то есть по носу ноги хотелось его тогда до полночи ты не мог уснуть и причем ты не знаешь что такое можешь штангу поднимать значит такое ощущение что может штангу спортзале поднимать сейчас вот все будет на кашу и так далее да вот и вот это вот я отметил и что интересно у меня начались как бы что-то с моей энергетикой случилось там у многих людей мы как мы когда денис тобой соберем эту группу студентов то многие расскажут о себе потому что я думаю может я не вправе рассказывать некоторые вещи хорошо конечно ты рассказываешь про себя по большому я про себя ощущение от группы у меня допустим случился какой-то прорыв в энергетике что-то что-то в ней произошло коренным образом что я стал вдруг вот после этих занятий вот этих особенно то что касается вот это прогона энергии коллективно вот это по кругу да вот там и четвертую чакру мы включали отдельно это отдельный там метод был интересный вот меня начало между сном и явью узнаешь когда ты еще не заснул а уже такой переход пошел фаза такая называемых говорят вот в этот момент меня начало осознанно выкидывать в другие измерения и это продолжается до сих пор периодически то есть я осознанно уже выхожу я сначала пугался этого потому что я вдруг вылетаю из тела я это четко ощущают и я вылетаю почему-то всегда через окно в моей комнате прям я вижу визуально как через него летаю после этого в небе формируется какой-то портал вот знаешь как в спираль так и засасывает да и меня туда туда ход и дальше я из какого-то портала вылетаю в другом месте где может быть очень красивая природа или очень красивые дома до существа ходят какие-то да я с ними могу общаться то есть вот я потом это все интересовался у коршуна у других контактеров и так далее ну кто мог не ответить на вопрос мне сказали что так как мы у нас же силе вселенной многомерной вокруг нас еще много разных вселенных только не из вещественной материи мы знаем да то я перемещался вот по этим миром оказывается и взаимодействовал с этими существами разного рода насколько вот это перемещение или взаимодействие она ну что ли истина да потому что это же было в ментально нужно сказать я согласен наш я просто поясню для наших зрителей что есть вот кардинальное разделение осознанный сон и вне телесный опыт осознанный сон происходит в голове вне телесный опыт от названия происходит вне тела когда сознание имеет такую возможность перемещаться вот насколько вот как ты можешь ответить это происходило у тебя в голове или все-таки сознание перемещалась вот в те пространства которые ты описываешь но я могу знаешь как ответить это сложно же измерить приборов у нас нету да прибор сам человек данном случае я являюсь получается но то что я где находился и перемещался с огромной скоростью как правило я летал на чем-то да или вылетал в космос бывало дачу какие-то моменты вот я могу описать настолько это было вот как как наш мир то есть настолько это было чувство ощущение реальности полной реальности вот прям не сон а вот как будто ты в реальности все происходит обычно сон ты всегда понимаешь что это некая туманная ты когда ты просыпаешься ты какая-то туманная для тебя да вот это вот субстанция а когда ты выходишь и до из этого состояния то ощущение что ты просто переключился из того мира в наш мир этот мир абсолютно реален понимаешь о чем я говорю абсолютно то вы же реально это тоже такая штука потому что если ты переносишь из тех миров какую-то информацию которую верифицируешь тут в этом мире да то тогда она имеет ну большую значимую то есть некая верификация грубо говоря ты полетел на гору мачу-пикчу и там что-то нашел то что не знал до этого потом нашел что оно соответствует условно говоря да опять же на обратную сторону луны залетел посмотрел проверил потом сверил а ну вот опять же вот вопрос ты хочешь сказать что чувствительность в другим измерениям другим миром она неизмеримо выросла находясь в группе дата вот эти коллективные медитации энергетика я пытаюсь все-таки понять какой-то вывод твой ну поколение на текущий период времени я бы знаешь как денис ответил не чувствительность к мирам а когда мы проводили энергопрактики я раньше достаточно легкомысленно думал что энергопрактики они не особо ничего не дают да вот но когда я уже сейчас занимаюсь отдельными тоже практиками вот для экспериментальной до скажем так исследовательской работы я понимаю что любая даже простая практика ведь когда мы допустим если мы даже не гоняем энергии а мы допустим вот элементарное упражнение которое коршунов говорил представьте там сверху на вас спускается золотой луч ну вот как он говорил с невоплощенной части души который у нас инкарнационный канал есть да вот в тело идет вот оттуда золотой луч как бы ваше высшее якобы он подает да вот ты просто это представляешь да ты глазами ничего не видишь у тебя же еще органы восприятия не развиты вот эти энергетические как говорят да но это это не отменяет сам процесс если на тебя со стороны смотрит тот кто видит он видит этот луч понимаешь чем дело он видит что начались процессы а потом ты только можешь по ощущениям своим собственным то есть ты был уставший к примеру а ты стал вдруг пободрее ну с чего ты вдруг пободрее то стал понимаешь это очень важно отслеживать потому что много энергопрактик можно делать и можно отслеживать их результаты а результаты бывают иногда и очень интересные просто у нас же никто не занимается этим как правило поэтому никто не отслеживает вот а я могу сказать что сказать однозначно что после курсов его что-то случилось с энергетикой она перешла на какой-то другой уровень что вот так вот стала выкидывать тебя куда-то в какие-то пространства хорошо крайне я надеюсь что ты найдешь нужный руль или педаль чтобы все-таки я еще просто да я еще просто пока до конца не разобрался поэтому не могу сказать но как физик как ты это можешь совмещать твоё полушарие которое логическое должно тебе какой-то вариант подкинуть как это уложить как это возможно что происходит попробуй с этой снега ответить она подкидывает она говорит что надо вывести на новый уровень когда ты уже осознанно настолько ты там путешествуешь да то ты можешь допустим получать информацию проверять и здесь вот как ты правильно сказал то что что мы можем верифицировать уже вот я к этому еду сейчас поэтому я пути скажем так вот смотри если сравнить двух значимых контактеров ты приводил пример что у тебя началось с глаза потом законе но не закончилась продолжить с коршуновым все-таки глаз он получал информацию больше был ну как контактером классическим скажем так до коршунов глаз больше был специалист по созданию контактеров они сам как бы понятно понятно да мы уже проговорили да но тем не менее вас же коршунов виктор обучал как расширять свой энергетический потенциал от работе с энергиями это же немножко как бы другое вот какое у тебя ощущение осталось потому что ты вот долго изучал взаимодействовал какой путь все-таки не то что правильный эффективный что ли но с человеческой точки зрения конечно но вот то что я могу сказать мне кажется на мой взгляд когда мы работали с глазом группе контактеров глаза да мне кажется в любом вот такому тренинги энергетическом желательно бы присутствие всегда каких-то кураторов или цивилизации которые были бы рядом и помогали потому что там есть очень важный момент один допустим ра во первых работа группы это не специально это не случайно все всегда создается они говорят нужна группа из десяти человек вот я помню это всегда да почему группа потому что в группе легче раскачать энергетику а когда мы раскачиваем энергетику легче кого-то вывести на какое-то состояние неважно кого кто-то в группе обязательно выйдет когда общая энергетика вот это раскачано вот и поэтому второй момент знаешь какой момент интересный может быть не все контактеры или специалисты которые работают с цивилизациями да они знают этот момент но я столкнулся с таким интересным моментом что не каждому дано скажем так вот я просто приведу пример когда работала группа по выходу ментальным двойником в космос к примеру ну такое упражнение простенькое как они говорили для них это простенькое понятно это разделение получается да сознание то есть это это ты это ты не выходишь из тела твоя духовная сущность находится в теле а мы просто создаем ее копию выбрасываем из тела понимаешь она путешествует и передает нам визуальную информацию зон вот они как до зон такой ну можно сказать квадрокоптер ментальный да как некрасивая хорошо да получается что они говорят они говорят вот смотрите они уже сразу видят если там мощные цивилизации подключены к этому к тренингу сразу вот они сразу видят кто есть кто и у кого какие кармические задачи там воплощение там и так далее пока энергетика то есть они сканируют людей сразу и они говорят вот смотрите вас 10 человек сейчас присутствует здесь ты на тренировке да вот из этих десяти человек выйдет только два часа мы видим это остальным не дано пока одному из них вообще не дано в этом воплощении то есть понимающим делом красе оказывается должны быть наработаны какие-то качества уже потому что один спон с пол пинка может это сделать а другой долго долго будет работать и ничего не не получится понимаешь вот здесь очень вот к этому я пришел со времени максим not получается что потенциал в человеке заложен есть как некая данность которая может развиться здесь в этой жизни есть то что ты уже наработал где-то там то есть мы уже говорим про целую ну такую кармическую предрасположенность что ли да и далее вопрос в том что куда это все идет куда это все развивается вот например вы утверждаете что например не все могут быть эффективным контактером или биопрактикам скажем так потому что ну не наработали да а как вообще получается прошла вот эта расстыковка что кто-то может а кто-то нет кто это определяет вот вы говорите инопланетяне там ну типа сканируют все как как бы знают а как вообще вот можно это определить ведь курсы про контактеры давайте так они довольно сейчас стоятся массовыми да то есть как бы обучают всех за ваши деньги но на самом-то деле немножко по-другому вот расскажите как вы это видите ну я бы я бы вообще че и как бы здесь частейно поступал дело в том что вот я и говорю про именно по приспал про присутствие цивилизации если мы говорим о том что скажем так учитель или глава курса который сам курс этот ученик да скажем так если он хороший посредник еще сильной цивилизации да то по идее они должны сразу сканировать аудиторию студентов то есть абитуриентов до этого курса скажем так и выявлять потому что это на их уровне когда они сканируют энергетически это сразу видно кто быстро выйдет в остров а кому вообще не судьба и так далее вот здесь надо быть честным потому что у всей группы может и не получиться а я уже как говорил это связано если человек примеру был вот мы знаем что сейчас есть энергетические цивилизации не плотно не плотно материальные до тонкоматериальные если человек много воплощений там провел и он работал с энергиями постоянно да то есть он работал то что мы называем магии вот это разного рода взаимодействие аналитические то скорее всего ему удастся и выйти из тела и много чего еще если у человека это опыта мало и качественно работа на работ с энергиями то скорее всего ему будет очень трудно выйти и так далее так далее поэтому надо сканировать и сразу честно предупреждать это мой личный взгляд может быть я заблуждаюсь но вот это но смотри максим это прекрасно что если у тебя есть друзья знакомые с высших цивилизаций которые быстренько все отсканируют ну конечно ты говоришь о том авторе группы которые создал а где же найти такой сканер нам которые ну скажем по крайней мере явно они взаимодействуют явно не общаются с высшими цивилизациями хотя ты во всем интервью подразумеваешь что у каждого есть те или иные взаимосвязи условные или безусловные кураторы или помощники назовем их мягче до чтобы не вплетать аббревиатуры они есть все-таки какой вариант выхода как можно самому себе определить насколько ну и сейчас суждено или нет денис хороший вопрос вообще подвел очень хорошей теме важной потому что здесь мы подходим значит какой теме вообще к пониманию человека вот к личности да кто я есть то я такой это очень важно его здесь выход либо на высшее я все-таки тренировка у многих людей это сейчас получается в принципе да какие-то попытки хотя бы канал собственной части не воплощенный как бы да который уже по факту ну тоже я убедился что так и есть то есть у нас воплощена тело какая-то часть остальная находится где-то там у нас не канал постоянный она не воплощенная часть которая все знает получается зачем мы здесь они воплощенной части она как знаешь как в тумане тут ходит и пытается как-то ориентироваться да скажем так что то делать да на ощупь и получать да на ощупь и вот если мы наладили канал с той частью получается тогда мы начинаем понимать кто мы такие потому что она четко передает информацию какие у нас реальные возможности куда нам двигаться чем нам стоит заниматься и чем нам вообще не стоит заниматься это очень важно либо еще второй вариант взять хорошего регрессолога который тоже есть у нас который также могут вывести на ту часть не воплощенную и также поинтересоваться кто я такой какие у меня вообще способности что я могу и так далее это очень важный вопрос а как поэтому я как физик относишься к регрессологии мне кажется это как какое-то должно быть схлопывание дата моментом ты нормально и апеллируешь и у тебя в понимании есть точки зрения физики вот физика тела заканчивается и все нет знаешь какое понимание на самом деле дело в том что мне так посчастливилось что пришлось общаться с разными физиками особенно которые все-таки обладают определенной доли интеллекта да вот а те физики которые поля определенной доли интеллекта обладают они четко понимают что наш вещественный мир из нашей вещественной материи это может быть лишь только часть мироздания всего лишь одна небольшая потому что мы же воспринимаем мир либо там пальцами ну тактильно да к примеру либо через глаза мы когда в нашем теле находимся то есть органы восприятия у нас здесь ограничены да они четко понимают что могут существовать другие виды энергии материи которые мы просто своими органы восприятия пока нет не видим но если нам удастся развить какие-то другие органы восприятия уже не на физическом уровне то почему бы и нет то есть физика волновая физика особенно она кстати никак не отрицает многомерность мироздания потому что есть понятие волновая суперпозиция вот физики в основном в обычной волновой и там получается так что если у нас какой-то объект работает на одной частоте или какая-то материя да и рядом с ним материя которая работает на другой частоте но условно объект то эти объекты сквозь друг друга проходят и они другу никак не мешают таким образом получается да два две вселенных быть рядом они другом не видят никак не соприкасаются но одна материальная и другая просто они на разных частотах понимающим дело это физика никак не отрицает на самом деле ну ты знаешь нам это прекрасно понимается когда ты выходишь из тела сознанием прекрасно проходишь сквозь все и перемещаясь еще куда-то для тех кто все-таки считают что стол он только твердый хотя если посмотреть на расстояние между атомами то там до сплошная пустота в основном ну вопрос понимания да как же это так и мне кажется подвел тоже такой ну не то чтобы итог а такую черту о том что все возможно до физика допускает такие возможности вопрос понимание как лет сто назад может быть чуть больше люди считали что невозможно летать потому что воздух слишком разряжен да но тем не менее мы сейчас видим что происходит регулярно происходит но ты кстати дни смотри еще добавлю ты вот здесь хороший именно подвел к этому тему вот мы просто аналогии приведем допустим представь что мы в пространстве кроме нас существует еще триллионы видов полей энергии которые мы пока не фиксируем у нас приборов не да а помнишь свое время было когда только-только мы стали фиксировать магнитные поля и когда первые двигатели появились и все горле о есть же магнитное поле вот это фарадей там и так далее да а вот до этого никто не фиксировал она всегда было понимаешь просто мы его не фиксировали никак также и тут может быть да 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 здесь вот твоя не то что версия 2 сентенция о том что разные поля проходят друг друга но согласитесь есть видимый свет есть тепловое излучение они же проходят сквозь друга только мы ощущаем это как тепло а другое как свет то есть они же существует в одном и том же пространстве и так перемещаются но ты знаешь я все-таки заверну опять на тему виктора коршунова ты как последователь можно сказать с ним плотно работал и взаимодействовал все таки история его ухода она оставила кучу вариантов что да как и так далее я конечно не претендую на истину в твоем лице но тем не менее а что произошло почему он ушел или его забрали но я могу предположение только вы выдвинуть но скажи мужчину ты пришел да да и отца да потому что потому что там уже слухов ходит много я считал что и темные силы убили какие-то и все прочее там ну понятно у нас любят это темные силы во всем виноваты всегда это проще всего как говорится рептилоиды страшно и так далее но я думаю на самом деле все гораздо банальней в какой-то момент наверное пришло понимание у нас же вот это не воплощенная часть души которая знает свой план да вот может быть ей пришло понимание что здесь уже все может быть надо двигаться дальше и поэтому есть такое понятие как добровольный выход из воплощения а там уже ситуации разные подбираются нам это слышал такой ну конечно но это опять же наше предположение твое но то есть ты считаешь что уровень развития в общем-то в теле на земле он оказался исчерпан ну мы просто всех деталей не знаем но мне кажется душа могла принять такое решение почему нет потому что у него там была странная ситуация у него был в августе насколько я понимаю помню а 2018 года резко инсульт был его спасали на операционном столе да вот после инсульта он восстанавливался как бы да а надо понять почему инсульт был это тоже темы отдельные исследования вообще по идее надо выходить на контакт с его духовной сущностью до выяснять вот эти все вещи вот а дальше было интересное когда он уже после инсультном состоянии находился и пытался восстановиться причем они неплохо получалось и он его в кресле возили вот это самое ну там знакомый рассказывал да вот он уже знал что он уйдет потому что был знаешь какой диалог вот что-то было типа такого вот ничего страшного ребята а у а он понимал что смерти нет принципе многие экстрасенсы вот эти кто работает они знают со смерти нет да ничего страшного не прыгать ничего ребята не беспокойтесь скоро это все закончится и я уйду вот так он говорил значит он уже знал что вы выделили воплощение дальше здесь следующий водораздел поскольку ты исследователь наверняка ты предпринимал какие-то возможности контакта с ним именно когда он уже ушел с физического воплощения прием так и передачи информации так возможно какое-то взаимодействие было ли такое и был ли успех расскажи пожалуйста нет честно скажу не предпринимал пока у меня это запланировано но просто надо через определенных людей это сделать мне просто запланированы определенные вопросы потому что я же занимаюсь и многими научными еще исследования и получается не 24 часа в сутки у нас его до всем заниматься невозможно но рано или поздно ближайшее время я сделаю думаю такой сеанс любом случае хорошо то есть про м эту информацию и ты знаешь вот мы конечно хорошо с тобой сегодня пообщались в таком живом интервью тем конечно гораздо больше и наверно стоит продолжать и опять же в планах именно пообщаться с группой коршунова приоткрыть те или иные аспекты которые остались в воспоминаниях у людей которые прошли с практикой это будет очень интересно развернуть это событие в принципе мы об этом говорили в 2022 году моя была идея в том числе если не собраться в живую собраться в онлайн или в гибридном формате но такой вопрос тебе как исследователь максим а на чем ты сейчас работаешь над какими темами что о чем бы ты еще хотел поговорить и я жду вопросов зрителей под этим интервью к тебе в тем темам который ты сейчас может быть заявишь о чем стоит еще с тобой поговорить ну мы сейчас как команда продолжаем работать над темы все-таки получение движущей силы вот этим не реактивным способом то есть антигравитации то есть народе то что называется на вот если и зрителям эта тема интересна то готовьте вопросы я с удовольствием отвечу вот а также меня сейчас интересует тема но это видимо тоже не случайно может быть кураторами задано да потому что я знаю что но через определенный момент времени у меня появятся другие кураторы у меня сейчас есть свои космические кураторы я тоже контактер как выяснилось вот они сменятся у меня будет другой другая фаза развития вот по этой теме я буду работать эта тема связана именно с омоложением регенерации ткани человека и вот в этом плане поэтому а вообще готов отвечать на любые вопросы так что смотрите сами уважаемые зрители отлично получилось такое большое интервью водное опять же игру есть темы тут серий на 10 еще наверное хватит а может быть и больше поэтому давай скажем я думаю денис что нам удастся еще группой собраться студентов коршуна это будет интересно да это мы уже запланировали на этот год планы а так я говорю продолжение следует скажем темы непознанного темы экстра добро пожаловать говорю как тебе так и другим зрителям которые думают а стоит ли открыть рот конечно стоит об этом стоит говорить и благодарю тебя что на многие вещи говоришь достаточно открыто тем не менее совмещая в себе и научный подход и то что называется можно сказать эзотерикой то что считается ну как с этим мавитоном в некоторых кругах говорить на этой темы спасибо тебе за откровенное общение максим да спасибо денис да за приглашение и уважаемым зрителям также за внимание продолжаем открывать непознанное спасибо на связи